У любви Аллы Бабью Сейваде У любви Аллы Браво! Отлично! Такое хорошее задание Ну, финалочка, финальная часть этой песни Гуляй, Анюта, благо не свой баян Дай пополам Гуляй, Анюта, ну так просто Нет, он чего-то просит Гуляй, Анюта, благо не свой баян Он чего-то просит А, и не забудь баян, там прямо так написано Гуляй, Анюта, благо не свой баян Только не свой баян Гуляй, Анюта, только не свой баян Слушаем еще раз Гуляй, Анюта, благо не свой баян Еще раз слушаем и пишем сразу Гуляй, Анют, благо не свой баян Пишем Гуляй, Анюта, благо не свой баян Только не свой баян, естественно Еще раз слушаем эту часть внимательно Гуляй, Анюта, благо не свой баян Пишем Гуляй, Анюта, только чего-то там Только ты не забудь, он там что-то Пополам делим, ладно, действительно, давайте пополам Ну, в конце концов. Гуляй, Анют, сначала. Только ты, Ванюта, гуляй, но только ты смотри. Нет, я учил, конечно, письмо в монгольском языке, но это... Первая часть этой части. Пишем. Ага, и вторая часть. И вторая часть, уж простая, про баян. Еще раз. А теперь пишем. Браво, записали! Молодец! Все, да? А что, ура-то? Еще не ура. Остальное неважно. Остальное неважно, друзья, потому что песню будет угадывать Руслан. Это наши новые правила. Видите, какое эхо это. То есть я теперь должна угадать, да, что я спела? Да, не слушая причем. Шутка. Что вы спели сейчас, Анюта? Пока это была казахская народная песня. Приготовились. Казахская народная песня в обратном направлении. Александр! Ахахаха. 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 Ахахахах. Ахаха. Ахаха. Вот сейчас типичный, типичный балл. Я перевела ее на пермейский. — Порос в 360 градусов. Обернул песню два раза. — Два раза развернул, представляете? Прекрасно, прекрасно. — Всё, пора в отпуск. Так, слушаем. — Ещё один раз развернул, у этого получилось 360 плюс 180. Это... 4 минута, да. Слушаем. — Давай-давай-давай-давай. Угадывай, угадывай. — Видно, команда моложе нас на несколько лет. — Ничего подобного. — Я не узнаю стиль. — Это учитывая песню, мы постарше, на самом деле. То, что мы выбрали именно её. — Ну, ещё раз, да? Или нет смысла? — Конечно, конечно, обязательно. — Слушаем внимательно. И всё-таки это исполнительница. — В конце что вы спели, Анита? — Похоже, что да. — Что? — Выпить... Ой, в смысле, нет. Это я ничего, это я не требую. — Вот, давайте послушаем внимательно вот это вместо. — А ты должен из-за удешал, не мебель, греш, шнабадина. — А ты должен... не мебель, греш... — Чё-то про бомжей? — Не мебель, греш, шнабадина. — Похоже, это на какую-то русскую народную певицу. — Так. — Так. — Явно в кокошнике. — Так. — Это Александра вам показывает. — А как вы учуяли кокошник? — Дэш. — Там просто два раза... — Дэш. — Вообще, вот, вот нет, для... нет, Бабкина нет. — Нет, Бабкина нет. А вторая кто? — Вот Кадышева. — Греш, шнабадина. — Типа, я лучше Бабкина. — Я наспела. — Ну, там вот у неё... — Греш, шнабадина. — Хорошо, давайте так, пойдём от противного. — Значит, короче говоря, эта песня хорошо раскручена, правильно? Если её все знают, но ещё и крутили по радио. У Кадышева не так много песен, которые крутили по радио. Я просто не могу так узнать, что я спела. А стало быть, это песня про... — Про Сергея Зайцева. — Ну? — Про мужчину и женщину, которые не могут жить вместе. — Не могут... — Не могут... — Это какая? — И не могут жить вместе, не могут жить, не могут жить, а потому что им надо давно выбить. — Грешного вина. — Давайте споём все вместе. — Вы эту песню хорошо знаете. — Вы тоже. — И я тоже. Поехали. — Три, четыре. — Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. — Зачем, Александр? — Как зачем? — Потому что мы уже знаем о нём. — Самое главное в этой передаче, чтобы наш зритель не чувствовал себя обделённым и знал, что он участвует во всём этом процессе. Ребята, победа не главное, главное... — Правильно. — Правильно, поём все вместе. Поехали. — Давай, показывай Кадышеву тогда. Кокошник покажи. — А ну-ка, Руслан, выходи. — Оу, это не Кадышева уже. — Анита Цой... — Породие на Кадышеву народный артист исполняет. — Анита Цой поёт под фотографию Руслана Кадышева. — В тёмно-синем лесу, где трепещут осины. — Я так и знала, что это Кадышева пела. — Породие на Кадышеву, где трепещут оси. — Анита Цой... — А в тёмно-синем лесу, где трепещут оси. — А в тёмно-синем лесу, где трепещут оси. — А я в тёмно-синем лесу. И наши русские песни настолько классные. Неважно, кто поёт, неважно о чём, лишь бы нам было хорошо. Спасибо, Анигатсуэр, Руслан Алекно. А на смену им спешат другие. Попеть будут золотые мамочки, а угадывать парадонтозы. Пашу. Света, Света, готовься, Света, готовься, пока. Света, я его задержу. Давайте немедленно подключим его к радио. Вот чем они слушают, тогда становится понятным, чем они поют. Ушами, естественно. Поехали. Итак, внимание, радио Юмор ФМ, шутки и песни, они своё дело знают, видите. Итак, пожалуйста, Светлана. Тишина. Студия, запись. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, И кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, Ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, Ну а дружба начинается с улыбки. Прекрасно, браво! Спасибо. Пусть это не думает, что это. Вы знаете, Светлана спела голосом Родзинского опять. Пойдёмте. Вы знаете, Хватит уже. Вас ждёт прекрасная песня. Начинается, Михаил. Приготовились. Слушаем песню сначала далеко в обратном направлении. Вот такой вот заколдованный такой вот вариант. Это тоже Руслан пел, да? Конечно. Здесь все поют, Руслан. Да, все. В конце вы уж знаете. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Поехали. Первая часть, коротенькая. Лейк-пилусас. Лейк-пилусас. Пишем. Лейк-пилусас. Браво! Записали первую часть. И сразу вторую. Тогда возьмём побольше, если Лёш так просто справляется. Диан-ниш-денап-жур-даун. В журнал. Все, вы не знаете. Диан-ниш-денап-жур-даун. Пойдём в журнал. Диан-ниш-денап-жур-даун. Еще раз. Диан-ниш-денап-жур-даун. Пишем. Диан-ниш-денап-жур-даун. Отлично! В английском. Прямо руки в карманы, прям вообще. Да нет, я бы сказал. Самое главное поёт на английском. Я просто с Узбекистана, там у нас такое английское. Вот песню разворачивали ещё во-во-во-во когда. Очередная часть. Вам до сих пор ещё не развернули обратно. Еще раз. Диан-ниш-денап-жур-даун. Слушаем и пишем. Диан-ниш-денап-жур-даун. Пишем. Ах, ни разу не Ян-ниш-нян. Отлично! Ах, ни разу не Ян-ниш-нян, а? А вы, Михаил, хотя бы раз Ян-ниш-нян? Вот он ни разу не Ян-ниш-нян. Да. А вы-то как? Ну я по-стариковски как-то. Понятно. Испортив пару борозд. Про Меладзе. Агни-ш-нян-рау-вол-булак-з. 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 Пишем. Агни-ш-нян-рау-вол-булак-з. Отлично! Супер! Какие прям на пьеде. Алексей, прямо вот так вот, а? Алексей, пойдём на рекорд сейчас. Конечно. Большой кусток возьмём сейчас. Слушаем внимательно. Ну, в конце понятно. Из Уфы. Я просто не настолько узбек. А пополам в отделе, действительно, чем будем. Возьмем первую часть этой части, вот такую вот. И пишем. Отлично. Можно песню придумать, кстати. А я так и делаю. Я запишу, кстати, не буду стирать, потом на диск нарежу. Не стирайте, давно уже. Еще раз. Эдельштейн из Уфы, там явно. Да, здесь что? Эдельштейн из Уфы. Просто человек из Уфы. Это человек-невидимка. Почему невидимка? Потому что не может быть Эдельштейна из Уфы. Татарский уровень Эдельштейн. Эдельштейн из Уфы. Пишем. Наш лишний из Уфны. Отлично. А, не из Уфы, Михаил, а без Хны. А из Ухты. Без Ухны. Без Ухты. Без Ухны. Предпоследняя часть. Ах, колбат душа, не паскорн. А это кадышевый кусочек здесь, да, такой? Ах, колбат душа. Так диск ее называется. Ах, колбат душа, не паскорн. Новая песня. Ах, колбат душа. А можно я послушаю? Да. Нет. Уберите громкость, Михаил. Ах, колбат душа, не паскорн. Еще раз. Ах, колбат душа, не паскорн. Пишем. Ах, колбат душа, не паскорн. Браво! Вот что вам надо делать, Алексей. Послушаем финальную часть. Алексей споёт её. Ещё раз. Пишем. Отлично! В конце, кстати, она так поёт. Отняли да отдохни. Это для воров, чтобы не воровали. Отними да отдохни. Отними и отдыхай. Песня про тюрьму. Согласен с вами. Итак, приготовились. Поехали! 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 Зато временно остановилась стройка в Москве. Итак, мы обращаемся к жюри. Мамочки! Пожалуйста, ваши оценки за конкурс АПОШ. Ну, 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 ну! Спасибо! Вот так вот Вот так вот, друзья Вот был-был себе общий счет после двух раундов 15-15 А потом, Михаил, вы уронили мне на ногу клубничку Так она созрела, если чушь Тяжелая И Таня допустила ошибку в расчетах Ничего подобного, даже это не собьет меня Со счетом 24-21 лидирует команда Парадан Тос После третьего раунда